Еще раз наговор я себя теперь уведу. Позвольте вас поприветствовать за второй части нашей встречи с содержателем. Я уже перейду к вопросам общих, связанных с пониманием экстремизма, вопросов потенциала технической культуры, ценностного подхода для воспитания. И более узко рассмотрел вопросы, связанные с тем, как я выстраивал понимание с категорией толерантности учащихся через совместную работу взаимодействия малой группы. Но прежде чем как раз рассматривать свои свадьбы... Прежде чем перейти к самым технологическим основаниям, то я бы остановился на том, какие же существуют проблемы в восприятии толерантности и ценности. Здесь такие следующие моменты возникают в том, что толерантность у нас достаточно прочная, закрепилась и в стандартах образования. Здесь такие моменты возникают в том, что умение принять иную точку зрения, оно становится одним из важных качеств человека, который обладает именно уходчивыми, как раз социальными и нравственными убеждениями. И вот как раз эффективное воспитание толерантности сегодня, и с появлением концепции духовно-народственного воспитания, идеологической составляющей работы школы, то как раз толерантность очень хорошо соберется у нас с категорией духовности человека, собственно, духовно-народственного воспитания. И мы здесь как раз отталкиваемся от того, что понимаем как раз духовность как механизм сохранения и преемственности поколений. Звук, да я так понимаю, что звук плохо слышен, но он может поближе. То есть какой есть момент в том, что, вот скажем, есть тот момент в том, что значит есть момент в том, что как раз то есть собственно толерантность, возможно мы с точки зрения концепции духовно-народственного воспитания понимаем как как именно как уступы, то есть не как только такое понимание и принятие другого человека именно такой, как он есть, но это еще и устойчивость собственной позиции как раз человека, которая проявляется в по сути дела в гуманном таком отношении как раз решать и корректно отстаивать как раз свои собственные убеждения. То есть вот с одной стороны действительно там идеология скажем успеха, что человек должен конкурировать, она и принесла то, что человек должен уметь оставить свою точку зрения, но при этом в свою очередь должен быть готов к другой точке зрения. проблема связана с идентификацией человека, с идентификацией человека в обществе как раз то, о чем говорили коллеги раньше передо мной обусловливают то, что и нетерпенность как раз может базироваться на непринятии как раз другой идентичности. ну вот тут как раз в педагогическом отношении для для меня лично то есть как раз очень важно представляется этот вывод, что в самом явлении приемлемости как раз заключена субъективная проблема. Эта проблема как раз состоит в том, что человек может потерять собственную идентичность то есть при включении в свой мир чего-либо иного, то есть другого как равнозначного. потому что это как раз момент уравнивания внутреннего и внешнего то есть когда создается новая внутренняя позиция человека то есть предполагает, что человек может отказаться от какой-то значимости человека своего. То есть вот это как раз момент в том, что человек должен уметь сохранять свою значимость в то же время переносить гуманно значимость своих идей на социум и воспринимать значимость окружающего социума. Вот это также вывод очень важен для понимания интеграции социального опыта тех изменений, которые очень бурно сегодня происходят в социуме. поскольку в ходе присвоения ценностей толерантности дело происходит через общение то есть необходимо непосредственно включаться в процесс взаимодействия. Получается, что духовный мир современного человека как раз и формируется поскольку мы не можем догматично заявлять значимость всего того, что нас окружает разнообразие. То есть человек находится все время в выборе ценностей и должен увязывать свой уклад жизни с ценностями освоения. То есть этот слайд как раз и показывает то, что иногда под идеей толерантности хотят показать все разнообразие окружающей действительности. Какова мера как раз этих различий то есть мера освоения этих и как можно принимать то, что выходит за рамки ценностей оснований. Как же быть тем же хамством когда нам предлагают идею продвинутых браков и так далее. то есть иногда толерантность и почему сегодня когда мы видим звучат призывы толерантности то есть она такая оскорбительная что она не приносит позитивного в духовный мир человека. и собственно мы разбазируемся на том что основанием для проявления толерантности будет проявление человека независимости можно понять границы в том что толерантность есть то есть свои пределы и каждый может ее проявить исходя как раз своего опыта. Вот как раз Владислав Александрович Корский и в публикации 2017 года предложил четыре подхода к пониманию толерантности как раз для педагогической деятельности для культивирования толерантности как внутреннего качества предлагается как ненавязанное извне я остановлю ссылочку подробнее на четвертом понимании толерантности когда связано с диалогом человека и с диалогической его позицией но вот в этом диалоге или диалоговости как раз должна демонстрироваться готовность признавать множественность реальности то есть наличие правомерности существования параллельно с бытием одного человека другого качества бытия вот тут как раз такая тонкая зыбкая грань когда человек должен уметь осознанно уметь сомневаться именно в своей позиции то есть не из-за своей какой-то слабости ну вот это такие категории как например уметь даже отказаться от такой оценки происходящего вокруг это лучше хуже больше меньше слабее сильнее ну как в другом ну получается что чем шире диапазон контактов в ситуации идеологического взаимодействия и тем более востребованным становятся проявления учениками ну гибкости мышления критичности в отношении именно как-то своего мнения и как раз необходимы навыки которые необходимы школы помогали выразить навыки это навыки посредничества навыки ведения переговоров между следственниками ну собственно оказание взаимной помощи ну и вот этот момент идентичности то есть с какой себя идентифицировать то есть с идеями солидарностями и вообще чего должно быть большего в реализации своих потребностей это соотношение индивидуальных и общественных потребностей мнений поскольку духовно-нравственное воспитание является по своей сути формированием системы ценностей в отношении человека то есть от миру к другим людям то и воспитание как раз талантности мы рассмотрим как процесс присвоения ценностей то есть она может быть присвоена собственно по мере возможностей самого как раз воспитанника то есть мы не навязываем ее как такую догму которая даже может быть запрещена под стандартом но получается что присвоенные ценности как раз и поддают устойчивость жизненной позиции ребенка ну получается поведение человека перестает быть зависимым от ситуации от тех меняющихся достаточно быстро условий жизни и полетра взаимодействия с другими людьми получается что как раз толерантность представляется именно как ценность и тоже нужно помнить учителю сами ценности всегда оказываются постоянным источником возможных проблем поскольку даже самые распространенные ценности они часто интерпретируются по-разному сами родители тоже могут воспринимать воспитание толерантности как угрозу тем ценностям которые они стремятся проявить своим детям неизвестным на такой случай ситуация когда один ученик на два года младше чем его окружающий он проявил физическое насилие они согрались приглашают его на беседу в школу и выясняются причины почему один другого так достаточно резко отреагировал а вся причина в том что как раз один из учеников в адресе этого ученика он как-то нелестно отозвался о его маме и как раз когда мама собственно спрашивают как видится выход из этой ситуации мама позицию своего сына и говорит а что он сделал правильно поскольку он защищает меня и вот эта позиция защиты защиты от чего приводит к тому что появляется насилие и по сути дела для того чтобы понимать родителей беспрестрастно и конструктивно реагировать на их обеспокоенность и педагогу от педагогов требуется основательная подготовность то есть подготовность заключается в том что педагоги хорошо должны ориентироваться в мире культур субкультур в человеческих отношениях собственно в умении четко фиксировать стереотипы в отношении представителей даст культур и собственно должны владеть способами преодоления и должны уметь несмотря на обстоятельства презентовать позитивные черты как раз всевозможных ситуаций событий культур для того что опять же уметь сохранять продуктивное взаимодействие с тем кто как раз немного иной далее есть всевозможные сегодня показатели как раз толерант личности симптомов признаков толерантности они достаточно хорошо представлены методической научной литературе есть погоде нам который предлагает как раз такие характеристики как устойчивость симпатии диверигентность мышления мобильность поведения то есть предложенная мне больше мне нравится тот подход когда все таки нельзя подходить к человеку и говорить о том что он не толерантен нет его вне трерантности поскольку да трерантность выступает некими идеальными отношениями людей но можно человеку сказать что он проявил нетерпимость призвать но собственно нет четкой такой градации и собственно нецелесообразно делить людей на толерантных или нетолерантных есть отличительные признаки по которым можем прийти к есть склонность что человек выбирает или не может проявить он выбирает другие качества одним из таких базовых условий если вы хотите чтобы человек проявил славянку дать ему возможность по почувствовать себя в безопасности и ну как раз Григорий Ауапорт предлагает 9 отличительных признаков связанных с чувством юмора с эмпатией также исходные вот есть люди с умными больше ориентироваться на себя или ориентироваться на других как раз ориентация на себя она является примером как раз связанных с тем что человек должен выделять ответственность на себя за проявление умения ценить равнообразие вот как раз декларация принципа толерантости а это еще девяносто шестьдесят пятый год где мы видим заявленные заявленные задачи связанные с воспитанием толерантости если же их посмотреть насколько они согласуются с духовно-нравственным воспитанием то я остановлюсь на том что вот например выявление причин насилия и нетерпимости также входит в задачи духовно-нравственного воспитания где существуют также призывы воспитывать уважение к другим людям особенно к тем людям которые в современных условиях не могут включиться в становившийся расклад социальных ролей то есть имеют неустойчивое социальное положение но это как раз базируется с появлением как раз истинное правление духовности человека проявить милосердие на такое соучастие заботу где реальная практика для ребят где они могут это проявить как раз групповое взаимодействие я думаю что содержит тот потенциал что причем по мнению Александра Григорьевича Осмолова который был куратором федеральной программы с 2000 по 2005 как формирование установок сознания на первых встречах как раз и говорил о том что толерантность это великодушие как его проявить как раз предполагается так же например формирование обучающихся таких установок как всегда творческое диалоговое решение проблем и получается что учащиеся должны иметь опыт решения проблем как раз взаимодействия сотрудничества в такой повседневной жизни ну и такая задача воспитательная как побуждение учащихся чувства альтруизма открытости сопричастности ведь эти чувства они помогают собственно человеку признавать то что существует множество способов проявления по сути дела человечественности в различных культурных и социальных условиях собственно как раз стоит тоже напомнить о том что вот не забывать когда мы занимаемся воспитанием толерантности что в воспитании толерантности существует два подхода это подход ну первый его можно назвать противоядие они еще озвучены как раз в пособии быть толерантность как путь к миру и предполагается что когда в контексте данного подхода предполагается что даже проявление интелерантности может быть проявление агрессии но непримерно конструктивным и этот подход только необходим тогда когда мы видим проявление нетерпимости здесь нужно резко обуздать негативную реакцию сделать это примерно нужно так чтобы не задеть достоинство этого даже но даже в рамках комплексно-урочной работы у каждого педагога есть свои свои ну не какие-то нормы правила и предполагается что эти нормы правила они необходимы для конструктивного взаимодействия опять же для непосредственно для воспитания такой подход существует дополнительно здесь необходимо то есть это как способ реагирования педагога на возникающие сложные ситуации опять же вот устав школы то есть как необходимо себя вести то есть по отношению друг другу даже после дела это призыв какие отношения необходимо сохранять но второй подход о котором можно говорить это как раз тот подход где он пролонгированный и предполагается разворачивание последований таких ситуаций взаимодействия в каком отношении то есть когда культируется отношение открытости и заинтересованности этих культурных отличий конечно когда мы находимся в рамках этого класса научной работы ну какие же могут быть отличия нам нужно решить собственно решить задачи связанные с ну вот это как раз второй подход он хорошо ложится на групповую работу на внеурочную деятельность на всевозможные праздники которые нас сопровождают в школе жизнедеятельности и многообразие то есть его можно как раз зафиксировать через содержание учебных дисциплин вот сразу же тоже остановлюсь дальше на том что эти два подхода они собственно не конкурируют между собой а находятся в отношении взаимного дополнения в чем здесь смысл в том что когда в школе создаются условия для осуществления прав человека это подпитывает как раз возможность и активность самоутверждения обучающегося разнообразными способами вот как раз а применение ограничений препятствует как раз проявление негативных форм поведения но как раз в реализации данных подходов есть подводный камень вот когда воспитание толерантности идет по требованию педагога вмешиваясь в спорные ситуации которые возникают между учениками улаживая их педагог по сути дела учит детей осознанному выполнению норм поведения которые необходимы в социуме но в этом случае он является по сути дела внешним источником управления интерантностью а ну может выполнить роль усмирителя но в таком случае по сути дела ребенок усваивает опыт толерантных отношений не в ходе совместной деятельности общения а как внешне по отношению к нему то есть как раз перенимает опыт взрослых но не свой как сказать опыт именно проживание толерантности отсутствует истинная же толерантность является внутренним образованием проявляется как сказать само само мотивируем и также стоит вспомнить о том что собственно в школе можно создать по сути дела модель социальной среды вот вот как раз социолог швачков он и предлагал о том что собственно те социальные процессы которые помогают закреплять или видеть толерантность социума их можно зафиксировать в школе ну например активное пропагандирование социального терпения на уровне культурных традиций общества вот как раз здесь этнокультура нам очень хорошо помогает Турвалина о чем говорила это например всевозможные фестивали либо например кухни разных народов мира они никогда не вызывают отчужденности особенности гостеприимства то есть да отчуждение тоже не вызывают вот конечно в идеале предполагается что если у нас класс там разно-национальный либо есть разные представители что учитель начиная урок он может поприветствовать ребятам на разных языках либо какие-то образом даст зафиксировать свои отношения что какой-то праздник начался в той или иной культуре то есть этот момент вот второе условие тоже базовое в том что конечно же сам учитель тоже должен демонстрировать знания особенности восприятия этических моделей то есть например как кого поприветствовать учащихся зафиксировать их принадлежность к тем или иным взглядам мнением вот опять же здесь это представление о субкультурах и ребят также нужно ознакомить как раз с тем как может восприниматься та или иная этическая модель поведения где можно демонстрировать какие-то да скажем яркие отличительные моменты а где стоит все таки да быть аккуратным их и вот использование имеющихся социально психологических механизмов закрепления толерантности здесь предполагается обращение к вот этому универсальному механизму саморазвития человека это его рефлексия то есть когда идет расстановка как раз именно акцент вот как раз реализуя данные условия учащимся необходимо предоставлять возможность работать с теми кто имеет с ними много общего и так и с теми кого можно назвать другими даже может быть чужими и основной посыл что целевая установка воспитания толерантности здесь является не изменение другого ученика а собственно развитие собственных способностей умение проявлять какие-то качества или способности конструктивной работы среди разных людей и мы переходим к следующему слайду тоже в декларации как раз показано направление деятельности педагогической в рамках которых может развиваться реализация средств вот их тут таких выделяется семь направлений когда мы говорим даже с педагогами то не стоит их все одновременно реализовывать а вот как раз педагог может остановиться на том что выбрать для себя направление которые в котором он собственно силен видите то есть собственно толерантность звучит один раз можно даже слово толерантность это не употреблять а например в рамках контекста собственно узнавания знакомства например когда собственно педагог может говорить о том что то есть какие культурные этносы представлены в нашем регионе чем они могут быть интересны вот эти вещи либо же например это отношение к различим то есть именно как раз уважение различий то есть когда по сути дела различие остается но различие может быть в основе ну дополнения такого да скажем развития солидарных каких-то идей ну здесь потом на них не буду останавливаться все таки перейдем к ключевым моментам связанных как раз когда мы говорим о толерантности в групповом групповой работе то есть когда речь идет о том что реализуются толерантные отношения то вот их построение непосредственно осуществляется в коммуникативной среде которая должна обеспечивать информационный эмоциональный и смысловой ценностный обмен опять же потому что уровень правильной толерантности зависит от того что он собственно как раз нас связывает либо какая-то краковременная связь либо это достаточно долговременная связь то есть вот коммуникация которая способствует становлению индивидуальной толерантности она проявляется в межперсональных внутригруповых и скажем ну посредством различеностного общения то есть здесь нужен диалог вот вот известно что общение ведь человека с окружающим миром осуществляется на трех таких уровнях то есть это уровень рациональный когда то есть именно общение используется для познания окружающего мира либо это уже эмоционально-психологический уровень когда когда собственно у человека возникают некоторые да скажем переживания влечения то есть он уже вообще не способен проявить некоторые эмоциональные отношения и приметно деятельностный уровень это когда собственно уже общение выступает по сути дела деятельностью и благодаря чему человек испытывает такую потребность быть активным то есть либо можно да реагировать действовать в определенных рамках получается что можно наблюдать эти как раз проявления отношения как раз именно толерантность через вот эту внутреннюю потребность и особенно дело что можно увидеть уровни проявления толерантности когда человек может просто услышать но не вступать в взаимодействие то есть такое допущение ну вот самый наивысший уровень как раз проявлений это проявлений как раз именно с активностью вот видится проявления толерантности когда проявляется толерантность именно в такой логике опознание другого через определенные отношения то есть осмысление этого другого и уже собственно действию в адрес этого другого но не наоборот вот эти вещи когда собственно связывать тоже толерантность все-таки с сферами человека то есть я сторонник того что собственно толерантность присущи каждому говорится возрасту каждому человеку в разной в разной этнической культуре с чем это связано связано с такими внутренними сферами это самооценка самосознание здесь нужно помнить о том что толерантность как качество она связана как раз с групповой идентификации то есть человеку для его жизнедеятельности необходимо вот это как раз понимание что он является частичкой какого-то мы вот в этом мы человек получает в готовом виде права обязанности он усваивает нормой традиции как раз в некой общности вот коллективная вера их истинность и ценность как раз пропитывает индивидуальную веру и вот это же может затруднять как раз усвоение нового может провоцировать негативизм в отношении чего-то другого и поэтому учащихся необходимо разжать представление как раз взаимозависимости людей навыки у меня работы как раз малая группа также проявление толерантности затрудняют стереотипное мышление всякого рода установки с одной стороны без стереотипов мы не можем обойтись с нашей жизнедеятельности они бурно меняющихся условиях каких-то да скажем информационном пространстве они экономят нам нервную как раз энергию то есть по сути упрощают восприятие но в этом есть уже определенная опасность поскольку в случае реального конфликта стереотип становится с оправданием агрессии и даже можно так сказать что даже хорошие стереотипы они могут таить себе опасность вот необходимо как раз обучающихся развивать по сути умение выглянуть на всякую истину с разных сторон и проявление толерантности как раз связано с волевыми качествами собственно с волевыми усилиями человека то есть как выдержка самообладания они тоже формируются в процессе воспитания поскольку вот опять же первая реакция связана с тем что нам нужно задержать какие-то отрицательные эмоции вот получается как минимум полезно да ребятам знать проявление основных чертки пирамид на поведении человека и получается что раз воспитание как скажем воспитание становление толерантности как части духовного саморазвития человека происходит через поиск выбор ну по сути дела выбор самим собой разумных и гибких способов ну равновешивания крайностей поведения я по сути дела толерантность обосновывается как может быть либо как моральный идеал либо по сути как нравственная норма ну и вот опять же здесь слово толерантность фиксирует внутри вот этого треугольника здесь контекст такой что в самом явлении толерантности пересекаются как раз три значения то есть это как терпеливость она базируется с или коррелирует с качеством как саморегуляция предел допустимого это связано с самосознанием когда ребенок по сути дела может обосновать все что он допускает он может допускать а чего не допускать но это устойчиво связано как раз с самооценкой в той натуральной сфере и поскольку собственно я из свое исследование выполнял в рамках гуманитарно-целостного подхода к воспитанию вообще воспитания педагогической деятельности то вот и по сути дела воспитание оно может быть представлено как раз такими пространствами как раз пребывание в этих пространствах позволяет решать ну закрепление толерантности на уровне персонально-индивидуального поведения то есть когда и по сути дела идет встреча как раз по сути дела встреча смыслов учащегося и встреча смыслов учителя когда он не приходит через ценности но как раз социальное пространство как раз по изнащению является отправной точкой тригган то есть когда педагог может предложить идею разнообразия умение работать разнообразие когда человек находится в присутствии как раз того что всегда есть сопряжение ценностей ценностей своей культуры ценности абсолютно ценностей человек отвечает на добро красота и они могут по разному восприниматься их значимость вот как раз по сути на пространство это как раз то пространство где есть смысл и что ребенку нужно обращать возможность как раз свои смыслы проявлять и утверждать за них заявлен вот это как раз и на чем базируется по по сути дела проявление интеллигантости как именно внутренние самомотивированных потенциальности и пространство взаимодействия предполагает что учитель как раз может найти эффективные формы средства воспитания телерамкости мы теперь как раз перейдем к пониманию собственно условий воспитание телерамкости в рамках групповой организации учебной работы вот как раз групповая работа и позволяет учащемуся по сути дела самостоятельно осуществлять возможные способы проявления толерантности в различных ситуациях то есть как спонтанно так и специально сконструированных как раз на педагогом то есть единицей как раз такого средства является ситуация взаимодействия здесь нас в том что ситуация раскрывает жизнь деятельность человека во всей ее целостности разносторонности гармоничности и может быть да есть возможность как раз актуализировать внимание на проблематике скажем другой свой чужой вот как раз для управления ситуацией взаимодействия и трансформации как раз культурных объектов собственно даже с тех же самых ценностей толерантности а туда относится это опять же беспокойство справедливость разнообразие то и мы рассматриваем идею как раз перевода социальной ситуации педагогическую это идея надежды губернащерковой которая как раз говорит о том что в школе не должно быть принципиально иначе чем в социуме то есть не искусственные такие условия и то есть воспитание толерантности как раз осуществляется то есть то что школа может реализовать свою особую функцию то есть она не растворяется в общественной жизни вот и в то же время в школе не возникает каких-то принципиально тепличных условий чем те условия которые есть в широком социуме то есть принципиально иное чем есть в жизни ребят это поступок как раз гуманитической педагогики вот первый этап как раз перевода это предъявление мира как его может сделать как раз педагог раскрыть учащимся как раз свой скажем свое восприятие мира многообразие и многоликость то есть педагог целенаправленно расширяет как раз полгозор и ребенок с помощью взрослого открывает предметы как раз в их человеческой значимости ну вот получается педагогическое предъявление оно отличается тем что он не нейтрально не бездушно то есть педагог сохраняет объективность этого знания этого такого какого-то тема объекта но он приносит в себя дополнительный свой под ценностями то есть то есть то есть когда есть да у чего надежда гуманит про Ширкова есть такая идея о том что всегда нужно как минимум предмет показывать в двух какое-то явление события в двух как минимум в двух его аспектах это собственно прагматичное восприятие то есть предметное восприятие и ценностное и этот как раз этап первый этап перевода как предъявление мира он имеет ряд таких важных следствий то есть во-первых средством воспитания может быть все что окружает нас то есть мир материальный духовной культуры ну человеку только можно сказать не стоит брать и во-вторых что в том мир культуры не может быть собран в какую-то да скажем педагогическую копилку он не в кармане он как раз в душе педагога это вот ну ну скажем духовная как раз работа педагога вот ну позвольте привести значит такой например ситуации которую в своей практической деятельности будет стоить это зарисовка в девятом классе когда изучается тема возникновения уже не на земле учитель предлагает учащимся обсудить с соседом по парке такое задание можно ли назвать нашу планету неповторимым если да то почему если нет так же поясните работа здесь идет в парах предполагается до четырех минут выполняется задание педагог предлагает обсудить дальнейшее выполнение задания фронтально это делается учащийся высказывает свое мнение вопрос дальше идет то есть привести примеры уникального того что есть на земле то есть предлагателем уникальный подберите существительное каждой паре предоставляется право одного ответа вот выучить такой ответ как уникальный человек здесь педагог обращает внимание на то что можно ли каждого из нас сидящих здесь назвать не уникальным если кто себя таком считает дайте о себе знать поднимите руки вот ученики кстати здесь отнеслись в замешательство а получается что мы несмотря на внешнее скотство воспринимаем что нас окружает по разному как раз та же эта тема которая связана с возниками на земле ведь это даже вопрос каждый ученик может воспринимать по разному хотя учебник прокрует вполне одно депутат которая значит поработана но получается что толерантное отношение здесь можно фиксировать это как некая открытость в ближайшем окружении то есть когда выражается себя с позиции ученик располагая определенной информацией о каких-то уникальных явлениях событиях уникальность того что окружает он принимает существование других я это делается не как вынужденность какая-то второй этап к которому можно перейти это интонирование мира ну вот этот этап он по сути дела тоже присутствует на момент предъявления здесь расставляются акценты над теми ценностями с которыми дети ежедневно сталкиваются вот о чем коллеги говорили выше здесь нужно всегда чутко показывать то есть человек сегодня духовное развитие человека всегда сопрягается с тем что есть ценности есть лжеценности есть ценности есть антиценности ну вот например так мы видим насилие открытие пропаганда биологических инстинктов мистика материальное вечное богатство цель жизни борьба доминирование или экстремизм а это как раз способствует на интеллект вот как раз социальные обстоятельства в которых живет человек могут быть похожи они могут быть похожи как близнецы могут быть разными вот выбор жизненного как раз пути выборе ценности подросток особенно он руководствуется скажем да с одной стороны своим личным опытом но еще и тем опытом который выражается позиционно то есть тем что ценно для нас всегда ищет какую-то подпитку и вот здесь как например осуществлялась такая зарисовка интонирования мира вот восьмой класс практическая работа получения кислорода здесь используется значит технологическая карта где четко прописана цель этапа работы ребята работают в группах там 4 человека они отвечают на вопрос прежде чем присутствует приступает ты что-то ожидаешь от работы в группе чего хочешь хотелось бы учащийся распределяется по группам со стороны педагога было такое задание что нужно высказать свои ожидания договориться о том как они будут работать то есть учитель также предупреждает что вероятно цели будут разными может уйти время на то чтобы договориться об общей цели то есть получается что вот как раз позиция мы она должна возникать у учащегося где есть ну возможно сопряжение как раз истинных ценностей сопряжение смыслов и потом их дальнейшее уже как раз проявление и завершает перевод социальной ситуации во взаимодействие это третий этап когда нужно мобилизировать силы смысл в том что то есть да когда учащий ему предоставляется возможность выступить от лица группы когда он должен позиционировать свое какое-то отношение плюс еще те идеи которые были высказаны в групповой работе получается что отвечая за других возможно самосохранение подростков свои уникальные вести какую-то до своего мнения он должен продемонстрировать результат какой-то ценностной работы тем самым как раз работая таким образом ученик может противостоять по сути дела таким разрушающим воздействием окружающего собственника вот тоже зарисовка такая значит это девятый класс способа размножения организма изучается поднимается вопрос о использовании бесплатного размножения того самопланирования и вот вопрос какое влияние этот способ может оказать на человечество учитель предлагает сделать выбор из ряда точек зрения которые существуют в обществе на эту проблему обсуждаются точки зрения которые были выбраны учащимся и приходим к урону что однозначно этот вопрос взять нельзя достаточно сложно здесь необходимо всегда понимание ясности целей которые действуют ну вот логика как раз развитие ситуации взаимодействия видится нам четыре этапа на них сейчас установят технологические моменты которые нам были реализованы здесь посыл в том что ситуация взаимодействия реализуется на реальных возможностях и устремлениях самих участниц то есть работа выполняется как правило на данном этапе с большой степенью определенности содержания но в которых возможно неоднозначность решения ответа то есть выполнение заданий идет под непосредственным руководством учителя то есть ученики высказывают содержательное суждение сравнивают то есть здесь по идее на таком мозгового штурма когда ученики сравнивают но без особых каких-либо обложений то есть здесь нужно либо высказать соглашаемся либо не соглашаемся исходя из своего опыта здесь информационный обмен то есть именно пока на уровне коммуникации здесь необходим как раз контроль для того чтобы учащиеся имели возможность сравнивать свой результат то есть дать возможность высказаться и фиксировать разные идеи как раз здесь возможность проинтолиантности связана с тем что снижается страх быть выисманным нескорблённым снимается боязнь ошибки угроз позволяет праведнику только свободно акцентируется здесь внимание учащихся на том что не нужно пока активно реагировать на другое вот тем самым прости потому что мне не было высказано позволяет как раз зафиксировать какие-то свои достоинства каждому ученику работа как правило идет в парах и задается быстрый темп возможность выбрать напарника по своим симпатиям ребята имеют возможность с живым таким всегда делается есть потребность работать парнем но тоже позвольте на такой зарисовке изучается восьмом классе тема вода в природе объясняется новый материал но перед тем как его объясняет учитель предлагает работу в парах задание одинаковое для всех располагаются предложенные варианты значения воды не написано на доске парки возрастания и значения в природе обсуждается предварительная работа с соседом по парке озвучиваются варианты с краткими аргументами сравнивается полученная картина и получается что педагог здесь не торопит учащихся делать выводы насчет правильности выполненного задания предлагает свой вариант выполнения задания объясняет новый материал снова обращает внимание учащихся на задание которое было сделано до объяснения материала и просим соотнести их под начальное представление значение в последующем если они изменились то да если нет то почему получается что учащиеся могут отмечать что на то что они изменяют свою точку зрения как влияют доказательства проведенные педагогом ну и собственно для того чтобы выполнять задание правильно нужно что-то знать обсуждать помогая дать более правильный ответ и вот достоинство как раз такой работы в статических парах групповой работе как бы все поддерживают ну какой-то песни можешь так слушать другом путь веселить дорогу ну второй этап это уже работа с позиции я-группу здесь взаимодействие динамических пар когда пара уже взаимодействует друг с другом и здесь очень важно понять на том что идет развитие как раз ответственности получается круговая работа то есть находится ученик в группе он выбирает для себя пределы между своей самостоятельностью либо он готов отказаться от своей самостоятельности и пойти за кем-то ну такие нормальные человеческие взаимоотношения то есть на данном этапе как раз проявляются возможности попытки отстаивать свое собственное мнение вот также готовность отказываться от неверного пути в случае обнаружения ошибки создаются опять же сохраняются эмпатийные отношения динамичные пары даже делается когда ребята сидят не вставая с места обращаются с тем кто сидит впереди сзади них работа пара вот так например это было в уроке биологии 7 класс здесь изучается тема особенности строения жизнедеятельности земноводных тоже с целью закрепления изучения нового материала учащихся была предложена работа в малой группе то есть ученикам было необходимо по характерным признакам классов животных сравнить выявить прогрессивные черты строения земноводных в отличие от класса здесь выполняется работа заполняется таблица задание тоже единое для всех групп а в каждой группе задание выполнялось по частям каждый ученик гонит в той части после завершения выполнения задания каждый участник сообщает реализату своей работы в группе может выразиться что он учит и дополняет знания участников группы и помогает в заполнении таблицы очередно каждый материал усвоен семиучащимся учитель как раз может давать тест на проверку понимания усвоенного материала а уже задание выполняется индивидуально внедрительно получается оценки за тест суммируются дальше в группе и на окное полученной суммы ставится общая оценка ребятам приветствуется такая работа когда возможен соревновательный момент когда между группами сохраняется быстрый темп работы и посудила особенно в подростковом возрасте как раз они могут переходить на следующий этап и получается что они могут ответить на такие вопросы в чем видит ценность работы с другими в группе что нравится в групповой работе что мешает и получается что могут ответить на вопрос зачем договариваться нахудить общество недостойности и переходим к третьему этапу когда уже идет работа через укрепление групповой работе группы более полного состава то есть момент какой здесь на слайде в том что как раз нужно волевые усилия проявить для того чтобы сохранять работу статической группы постоянного состава располагается как раз проявление равноправия и вот совместная деятельность как раз ребят в малой группе постоянного состава она отличается как раз уже нацеленность на дискуссию на коллективный поиск нахождение собственного способа выполнения заданий то есть когда нужно выявлять какие-то существенные вещи уметь их сравнивать появляются как раз этические нормы толерантности например сдержанность цельных эмоций либо собственно ребята учатся как раз регламентировать может быть поведение других в зависимости от того что как понимать свой статус своей группы эти вещи и четвертый этап это как раз когда задание более сложного уровня ребята по сути дела презентуют полученные результаты в когда они являются представителями своей группы должны защитить какую-то идею проект выполненного задания то есть по сути дела они являются как раз представителями некоторых выработанных норм пытаются их как раз отставить на этом наверное завершу свой доклад отвечая на вопрос здесь всегда современные дети толерантны скажем однозначно ответить можно так что они могут проявить толерантность но для этого нужна все таки демонстрация значимости как раз собственно этой ценности то есть нужен как раз этот значимый другой и можно так сказать что они к чему-то собственно сами как правило дети не являются источниками предубеждений то есть например проявить толерантность к самому ближайшему окружению они вполне могут если мы уже выходим за пределы как раз и какого-то ближайшего окружения там начинают работать конечно же какие-то общие установки что касается родителей учителей то родители диагностику так что можно дать собственно но опыт как раз показывает то что тоже зависит от культуры ну собственно от таких ценностных отношений что касается учителей то учителя есть подготовка принцип толерантности им предлагается собственно на понимание наши педагоги способны вот но иногда их собственно различия которые проявляются тем самым родителям ну ставят их может как раз тупик так в моем дебютное сумбурное выступление сегодня заканчивается я хотел бы сегодня как раз выразить 1 марта сегодня народный день комплиментов выразить комплименты к предшествующим моему выступлению докладчикам за обогащение меня лично это представление спасибо вам спасибо